С чего начинается Родина? С той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина, с заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в опале, под ветром склоняясь, растет. А может она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина, с окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может она начинается со стука вагонных колес, из клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. Я тут никак не могу справиться с этой кучей песка. Она не кончается. Я вожу, 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 вожу. Никак она не заканчивается. Уже устала. Вот, что у нас тут. Ну что, Никитос, как там? Передавай всем привет, подписчики. Подписчики. Это сыночек моей сестры родной, Никита. Кстати, вот привезла юку из города. Она у меня была некрасивая. И я ее оставила на улице, и она замерзла. Вон листья все опали. Хотя я смотрела в интернете, что ее можно высаживать в открытый грунт, и ничего с ней не случится. Но у нас заморозки ночью были. Не знаю, что вообще теперь с ней делать. Саша делает забор. Вон они. Вон они как делают. Моя сестра решила меня заменить. У меня уже все, все, силы иссякой. Оказалось, не так все просто, как я полагала. Куча нескончаемая. Да, возишь-возишь, а она не заканчивается. А на камеру она кажется маленькой, а на самом деле это просто большая куча. Вот, Даша, переезжай в деревню, а ты в момент похудеешь. Есть некогда будет. Никит, как тебе в деревне? Хорошо. Нравится? Да. Еще к нам приедешь в гости? Да. Мне еще хорошо этим дома. Вот у Саши будет день рождения, вот мы вас всех приглашаем, понятно? Да. И персика. Персика? Не знаю, но персик выходные же переживет без вас. Да. Мы далеко ем. Да. Паук! Где? Вот он. Ага, паучок. О, он убил своих. Вон, смотри, это его сын. Маленький. Смотри, это осьминог-паук. Осьминог? Я не знаю. Это ты придумал название? Нет. Ну, это паук. Смотри! Светлечок! Паучок, светлечок. Так, он хочет подняться. Только осторожно, не пораню его. Накушаешь? Да. Да. Светлечок, у воронки, тяжелый у меня. Ага. Как духовно. У тебя открылось второе дыхание. Нет, нет, у меня не было вообще духовного дыхания. Ааа. Я поняла, что я забыл, как трубить. Вот Арина, городской человек. Видите, тоже работает. Как может. Как может, да. А что, трава, корневая система уже. По-моему, Арина первый раз в руках мотыгну держала. Нет, она держала. Помнишь, у родителей, когда мы к родителям приезжали? Она там держала мотыгнувшим. Вот кусочек земли Арина уже освоила. Молодец, Арина. Так держать. Только осторожно машину мотыгай. Тебе прям страшно смотреть. Подписчики, это что за неумеха? Неумеха. Да ладно, научишься. Да, у Даши тоже открылось второе дыхание. Она не хочет вот эту тележку инвалида отдавать. Нет, обещаешь, у меня не было дыхания никакого. Ага. Ну, а сейчас-то у тебя лучше дело пошло. Но это не дыхание. А что же это? Просто навык улучшить? Знакомим подписчиков с Лодырем. Лодырь? Кто это у нас Лодырь? У нас Лодыри нет. А, вон он. Да его знает уже. Лодырь. Он же не Лодырь. Он возил песок на этом самосвале. Он уже знаком с подписчиками, да, Никит? Да, я имею в виду. Ага, вот. Тем более, я говорю, Арина, он возил песок на этом самосвале. Уже сколько кузов вывалил. Ну, давай, работай. Тебе воды, Айрин, принести? А? Воды принести? Давай, я пить хочу. Ага, сейчас принесу. А, ну вот как раз по пути вот я вам засниму наш огород. Вот, ну, то есть наше поле, которое вот. Видите, в каком ужасном состоянии. Это же полынь. Я даже не знаю, как мы с ней будем бороться. Это вот просто ужас. Я не знаю, трактором получится вообще с ней справиться. Может, даже и трактор ее не возьмет. Ну, в общем, это надо посоветоваться со знающими людьми. Так что мы пока решили огород. Вот, это тоже наша земля. Вот, мы решили вот это вот. Ну, уже муж у меня со своим товарищем уже выкопали ямки для столбов. С моим папой. Да, с Арининым папой. Вот, мы решили вот так вот это пока загородить. Вот. Сделать этот забор. И уже как бы сделать огород. А? А куда вот это вот все одеть? Это тебе большое. Ну, ты пока ее оставь. Я потом ее уберу. Ты дальше, матыш. А еще дальше матыш. Ну, да, да. Ну, если силы есть, матыш. Сейчас воды себе принесу. Вот. Вот это вот все будем огораживать. Это вот я посадила сливу. Ну, она так, конечно, болеет. Поздновато, наверное, я ее посадила уже. Потому что листики уже были... В общем, листики уже вылезли. Раскрылись. Все-все-все в трудах. Аки пчелы. Да. Ну, я думаю, сегодня мы добьем эту кучу песка. Так, я показываю, что я посадила. Вот. Я посадила маленькую черемуху. А, кстати, я сейчас заходила к соседям. Они меня пригласили в гости. И вот мы еще пообщались. Вроде хорошие люди. Мне нравится. Так, тут вот мак посадила, но он что-то болеет. Тоже это цветочек болеет. Ну, это березы еще осенью мы сажали. Потом. Присадники я посадила. А? Ремонт какой-то. Где? Ну, там что-то перемыхает все. А, ну, наверное, что-то делают. Не знаю. Там же дамбу прорвало. Ты почему думаешь, речка... Она не пересохла, ее прикрыли. Поэтому она так слабо течет. Не, мне Наталья говорила. Тоже наша соседка. Вот это сирень. Ее козы объели у родителей, и она пострадала. Ну, ничего. Нормально все будет. И что? Одноклассники вот все остальные. Да, у моего папы одноклассники украли. Он страдает. Это его жизнь. Как он без одноклассников? Моя, уходила? Нет. Спасибо. Моя, уходила. На, 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 на... А, вот. День рождения. Уходила. День рождения. Уходила. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok